Федеральный фонд развития моногородов возобновляет финансирование инфраструктурных проектов, реализуемых в Канаше. Об этом стало известно сегодня в ходе еженедельного совещания в Доме правительства, которое провел глава республики Михаил Игнатьев. Приятную новость сообщил премьер-министр Иван Маторин. По его словам, правительство Чувашии предоставило все необходимые документы. И наблюдательный совет фонда принял решение возобновить выделение средств моногороду Канаш. Напомним, что за два с половиной года фонд должен был направить 739 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. Однако из-за ухода крупного инвентора финансирование было временно приостановлено. Сегодня же подвели итоги социально-экономического развития республики за 11 месяцев этого года. Как отметил Михаил Игнатьев, несмотря на сложности в некоторых отраслях, в целом динамика неплохая. Зафиксирован рост как в промышленном производстве, так и в сельском хозяйстве. Отдельно глава республики остановился на уровне заработной платы в регионе. По году мы говорили, что должно выйти на 24 500. Это расчетные цифры. Но в то же время инфляция у нас одна из наименьших по сравнению с другими регионами Российской Федерации. И с этой точки зрения заработная плата с учетом индекса потребительских цен, реальная заработная плата составляет у нас 104,2%. Это вот факт, это вот правда. Министр экономического развития Владимир Аврелькин подробно рассказал о ситуации в промышленном комплексе. По его словам, только в этом году на поддержку предприятий из федерального центра было выделено более 500 миллионов рублей. Это и субсидирование затраты, и реализация новых проектов. Зашла речь и о деятельности предприятий концерна «Тракторные заводы». Если говорить о предприятиях концерна «Тракторные заводы», напомню, что в том году, например, промо «Трактор вагона» ни одного вагона не выпустил в 2016-м. По итогам текущего года это порядка 700 вагонов и более 100 тележек уже. Агрегатный завод тоже на 30% по итогам текущего года покажет положительные тенденции. Агрегатный заводы